Очень богатая история применения алоэ человечества. Вот я привожу вам данные, посмотрите, медицинский трактат Солерусской школы эпохи Возрождения. Представляете себе, это ещё эпоха Рафаэля, Микеланджела, это 15-16 век ещё, сколько веков тому назад. Смотрите, какие слова написаны были в те годы. Алоэ сушит раны и оживляет плоть, ну это тот язык, да? Рак побеждает, кстати говоря, это очень важное замечание, мы его коснёмся снова. Петь глаза очищает, ясность уму даёт, язык облегчает, слух обостряет, падение волос останавливает, желудок укрепляет, печень исцеляет. Это люди знали 400 лет тому назад. То есть, 400 лет вот эти продукты используются, и это самое лучшее доказательство их эффективности и безопасности. Теперь мы с вами знаем на более высоком научном уровне, что такое алоэ. Вот давайте посмотрим подробнее, что же входит в состав алоэ. Вот теперь переходим к следующему продукту, уже конкретному, который называется алоэ-фридом. Посмотрите состав. Это уже продукты специализированы, где алоэ совмещено с другими компонентами. Вот первый называется хондроэтинсульфат, второй называется глюкозаминсульфат. Далее коллаген, это белок. Сейчас мы о них подробно поговорим. Далее аскорбиновая кислота, витамин Е и флавоноиды апельсина. Я начну с конца, потому что последние три компонента составляют единую антиоксидантную триаду. Вот три троицу такую. Ну, значимость антиоксидантной системы, я думаю, сейчас уже все знают, потому что любое радио, любой телевизор только и говорит об антиоксидантах. Я на всякий случай всё-таки подробнее скажу. Дело в том, что любое заболевание, какое вы придумали, какое вы не вспомните, связано с избыточной активизацией свободно-радикального окисления. Любое заболевание, вот даже перечислять не буду, что придёт на ум, обязательно свободно-радикальные процессы избыточные определяют протекание этого заболевания. Поэтому появился термин «свободно-радикальная патология». К ним не относятся все сердечно-сосудистые заболевания, имеется в виду атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт. К свободно-радикальной патологии относятся диабет. К свободно-радикальной патологии относятся все воспаления, а воспаление сопровождает любое заболевание, любое. К свободно-радикальной патологии относятся астма и другие аллергические состояния. К этой же патологии относятся рак, то есть онкология. Вирусные заболевания, все практически, в чём сейчас есть очень опасные, допустим, гепатиты, В, С и так далее. Всё это свободно-радикальная патология. Избыточная физическая нагрузка у профессионалов, недостаточная физическая нагрузка у нас с вами – это тоже свободно-радикальная патология. Физическая перегрузка – свободно-радикальная патология. Вот представьте себе. И поэтому очень важный класс – антиоксиданты. Но, к великому сожалению, об антиоксидантах существуют часто довольно примитивные представления. Иногда бытует фраза – вот такое-то соединение – самый мощный антиоксидант. Так говорить нельзя. Каждый антиоксидант работает против своей группы радикалов. Только. Против своей группы радикалов. Каротиноиды, например, против одного, а витамин Е против другой. Поэтому нужны комбинации обязательно. При этом вот в этом продукте как раз пример комбинации витамин Е, аскорбиновая кислота и флаводоиды апельсина. Почему такая комбинация? Потому что витамин Е является центральным мембранным антиоксидантом. Защищает все мембраны. Хотя первое десятилетие после открытия его ему и дали такое название – токоферон, несущее рождение. Считают, что он защищает только половые клетки от перецного окисления, от повреждения. И поэтому назвали его несущее рождение – токоферон. Да, действительно, в половых клетках его наибольшее количество. Потому что там действительно требуется высокоэффективная защита омега-3 жирных кислот, входя в состав мембран этих клеток. Но потом было доказано, что витамин Е является универсальным антиоксидантом, защищает абсолютно все системы организма. И сердечную мышцу, и мозговую ткань – все абсолютно от перечисленного окисления. Он гасит свободные радикалы, но вопрос – во что он сам превращается? Оказывается, он сам превращается в другой свободный радикал. И вот этот свободный радикал, кстати говоря, токсичен. Что делать? А нужно этот свободный радикал вернуть снова в исходное состояние. Вот такую функцию возвращения выполняет аскорбиновая кислота. Поэтому витамин Е должен всегда использовать в комбинации с витамином С. Обязательно. И в природе эти вещества всегда идут вместе, кстати говоря. Теперь витамин С или его представитель – аскорбиновая кислота. У всех мнение аскорбиновая кислота – это антиоксидант. А вот далеко не всегда. У нас вот в психомиологическом институте Петербурге решили лечить больных аутизмом аскорбинкой. Добавить там 300 миллиграмм. У них резко ухудшилось состояние. Почему? Потому что аскорбиновая кислота в присутствии железа, которая в каждой клетке организма всегда есть, становится прооксидантом и может вызвать разрушительное действие. Поэтому витамин С нужно обязательно применять с биофлавоноидами. И в природе витамин С всегда с биофлавоноидами. Возьмите шиповник, возьмите чёрную смородину, черноплодную рябину, везде витамин С вместе с флавоноидами. Вот окрашенные вещества вот эти вот, ну вот чёрного винограда, например, красный цвет смородины – это всё флавоноиды. Вот здесь используется комбинация, посмотрите, витамин Е, аскорбиновая кислота, флавоноиды апельсина. Апельсин добавлен не только для вкуса, а и как компонент антиоксидантной системы. И поэтому в данном случае вот этот прорудок является эффективным антиоксидантом. Вот кроме всего остального действия, о котором мы сейчас будем говорить. Позиционируется он в основном как хондропротектор. Посмотрите действия. Хондроэтин сульфат и глюкоза милсульфат – это состояние хрящей, это поверхность сустава, это состояние сухожилия, кожи и внутрисуставной жидкости. Почему это особенно важно для нас, людей? Мы прямоходящие существа, и поэтому тело давит на два, на две точки. На коленные суставы прежде всего. И они механически просто истираются. Внутрисуставной жидкости имеется внутрисуставная жидкость, в основе которой лежит гиалуроновая кислота, а основой гиалуроновой кислоты является глюкоза милсульфат. Вот это тот, который вот там приведен. С структурным кирпичиком. Вот почему здесь сказано, что эти компоненты нужны для поддержания состояния хрящей, которые просто истираются, и возникают артрозы. Очень многие страдают с возрастом. А любой артроз всегда сопровождается воспалением, которое называется артритом. Это касается не только нижней конечности, это может касаться и тазовых костей и так далее, но очень часто это нижние конечности, особенно у лиц с избыточной массой тела. Сейчас, секундочку. Избыточная масса тела может быть и жировая, но может быть и мышечная. Сейчас очень много лиц, занимающихся силовыми видами спорта, качки так называемые, у которых нижние конечности истираются. Ну, я уже не говорю об альпинистах, я это дома вижу. На примере своей жены, которая занималась альпинизмом на уровне мастера спорта, у неё просто колени искусственные. Вот, не вовремя вот такие продукты применяли. Слушай, у вас только что было слышно. Я хотела спросить, по факту, вот то, что сейчас у меня тема, что стирается хриаж, да? Спасибо. Это то, что стирается хриаж, её можно по факту восстановить нашими продуктами? Конечно, можно восстановить. Другое дело, можно затормозить истирание. Вот используем вот этот продукт регулярно. А если уже истирание произошло, то регенерация – это длительный процесс. А вот остановить дальнейшее истирание абсолютно точно можно. А вот то, что уже деформация кисти, пальцев, рук, рук и ног, на коленях, отёки, вот такие боли. Нет, ну, это разные заболевания. Вы так говорите, руки, ноги – это могут быть артриты, не только артриты, а ревматизм, ревматоиды. Ревматизм – это артрит, это врачи постановили такой диагноз и требуется лечение. Артрит – это воспаление, прежде всего. Значит, вот эти ходоропротекторы, они прежде всего восстанавливают просто механический сустав, а вместе с алоей они профилактируют воспалительную реакцию. Так что можно совершенно спокойно использовать. И чем раньше, тем лучше. Единственное, что можно сказать. Хотя хирургисом, да, он говорит, мы запросто поставим сквозь сустав и всё. В лучшем случае он работает 3-5 лет, потому его менять надо, между прочим. Об этом они умалчивают. 3-5 лет, в отличие от натурального сустава. А представьте, когда человеку 60-70 лет, только попробуй потом перенести очередные операции, что это значит. Поэтому очень важно вот такие профилактические продукты. Это характерно, очень важно, не только для спортсменов, это характерно для лиц, живущих в условиях гор. Всегда нагрузка, большая нагрузка. Вот, вверх-вниз, вверх-вниз. Хотя это очень полезно, но нагрузка-то большая. Вот нужно учитывать, что вот этот продукт, особенно, бывает, имеет региональное значение. Смотрим дальше, подробнее по этим продуктам. Вот клинические исследования по хондроэтинсульфату показали, что применение хондроэтинсульфата в течение от 1 до 3 месяцев уменьшает отечность. Вот спрашиваем насчёт отёка. Отечность болезненность суставов, не только нижней конечности, просто нижняя конечности наиболее уязвимы. Пока рентгенологические данные существенно улучшаются, то есть объективные, то есть это уже клиническое доказательство на людях до эффективности вот этих хондроэтинсульфата. Никогда этого не наблюдается при назначении средств назначенных врачами, такими как диклофенак, эндометацин, вы знаете, что врачи назначают. Вот эти вот нестероидные противовоспалительные они называются. Они на 2-3 часа снимают болевой синдром, но они абсолютно не способствуют регенерации сустава. Они не для этого предназначены. Вот в отличие от хондропротектора. Это раз. Во-вторых, у этих нестероидных противовоспалителей ужасные побочные действия. Во-первых, это провокация язвенной болезни желудка и кишечника. Даже если её не было, она может возникнуть. Это нарушение функции печени. Понимаете, насколько серьёзно всё это? Надо сказать ещё одно, что если уже даже назначаются нестероидные противовоспалительные, использование вот этого продукта позволяет уменьшить хотя бы дозу. В 2-3 раза, и это уже существенно. Сами понимаете, вот это очень необычный эффект. Его тоже нужно обязательно учитывать. Глюкозамины – второй компонент. Второе, глюкозамины – построение тоже хрящевой ткани. То есть вот эта поверхность, ну, женщины особенно, мужчины на Кавказе тоже, кость животных, когда разделывают мясо, видно, блестящая поверхность. Вот эта блестящая поверхность – это сополимеры. Хондроэтинсульфата и глюкозаминсульфата. Вот полимерная такая основа, которая создаёт вот эту жёсткую поверхность сустава. И в то же время с низким коэффициентом трения. Но для этого нужно, чтобы обязательно в продукцию входили минералы, например, марганец. Мы к этому вопросу позже немножко ещё раз вернёмся. Так вот, глюкозамин входит в составы хрящевой ткани вместе с кандроэтинсульфатом. Но он входит в состав и внутри суставной жидкости, которая смачивает суставы, как смазка. И при уменьшении содержания питания глюкозамина в суставе появляется скрипитация. Ну, все знают, что с возрастом утром встали. Подтягиваете всё, хрустит, трещит на всю комнату. Ну, разве у ребёнка такое когда не бывает? Никогда у детей не бывает, у маленьких детей, чтобы трещало всё. А у нас уже вот треск жуткий раздаётся. Это дефицит, дефицит вот этой внутри суставной жидкости, прежде всего, глюкозамин сульфата. Причём обязательно при потреблении этих продуктов достаточное количество чистой воды. 2-2,5 литра воды. Очень многие делают эту ошибку, не пьют дополнительную воду. Считаю, что воды, чая там или там супа и так далее достаточно нет. Обязательно. Это важное обстоятельство. 2-2,5 литра понемножку чистой воды. Кроме того, значит, вот помимо влияния на суставы и на суставную жидкость, глюкозамин через гиалуроновую кислоту образуют плёнки, которые отделяют один орган от другого. Вот если задуматься, вот как же орган находится в определённом положении в организме. Потому что есть плёнки механические, которые их удерживают, знаете, как гамаки. Вот эти вот гамаки построены как раз вот на основе гиалуроновой кислоты, в основе которой лежит глюкозамин. А это препятствие миграции раковых клеток. То есть препятствие распространению раковых клеток, а следствие развитию раковых болезней. Это уже немаловажное обстоятельство. Ну, женщины, наверное, знают, что гиалуроновая кислота сейчас очень модный продукт в косметике. И считается, что она улучшает кожу. Это действительно так, потому что гиалуроновая кислота по своей структуре удерживает очень много воды. Одна молекула удерживает 500 молекул воды. И поэтому это прекрасное увлажнение кожи, но и удерживание воды для внутренних органов. У нас же внутри нашего организма 90% воды. Вот гиалуроновая кислота её удерживает. Это очень важно. И в этом отношении её структурный кирпичик, глюкозамин, аюриято определяющую роль. Так что видите, насколько важен этот продукт, и не только с точки зрения состояния суставов. Коллаген. Коллаген – это белок соединительной ткани, то есть белок кожи, соединительная ткань – это кожа, это стенки сосудов, это костная ткань. Безусловно, коллаген расщепляется в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, без всякого сомнения. И ни в коем случае нельзя представлять себя так, что коллаген, вот мы приняли, съели его, допустим, но он тут же включается в наши кости и кожу. Ничего подобного. Всё в организме расщепляется. Хондроэтин сульфат, глюкозамин сульфат тоже, а потом из этих кирпичков строится наш собственный, родной нашим организму продукт. То же самое с коллагеном, но он очень богат аминокислотами, пролином, лизином, которые нужны для построения кости, кожи, сосудистой стенки. И в этом отношении это чрезвычайно ценный продукт, такой строительный продукт для кости, кожи, сосудов и так далее. Вот для сосудов, то есть для хрящей, хрящевой ткани суставной поверхности особенно важна вот эта триада. Хондроэтин сульфат, глюкозамин сульфат и коллаген. Причём надо сказать, что если вы читали такую старую книжку «Ушедшая доктора не врут», читали, да? Есть такая книжечка, тоненькая, и там есть такая рекомендация, вот по отношению к которой я вот хочу выступить с некоторой критикой. Там сказано, что вот когда вы готовите мясо дома там, и вы не выбрасываете кости в эти суставы, схабливаете с них суставную поверхность, высушиваете, и вот когда она накопится, вместе с апельсиновым соком принимайте, и будет вам восстановление костей. Но я вас должен разочаровать, что это не так. Всё дело в том, что вот эта поверхность высокомолекулярная. Она не расщепляется в желудочно-кислочном тракте, иначе бы эти кости давно бы у самих животных бы расщепились. А вот эти хондроэтин сульфат, глюкозамин сульфат, которые представляют собой в этом продукте, их специально подвергают ферментативной обработке, для того, чтобы фрагменты были средней длины. Тогда они легче всасываются, а значит возрастает и биодоступность. Вот мы всё время говорим о биодоступности. То же самое и коллаген, естественно гидролизованный на фрагменты, и поэтому он очень быстро и эффективно всасывается. Это тоже очень важная технологическая особенность вот этой продукции. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова